КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТУ В далекой древности, когда небо было тяжелым и находилось очень низко над землей, отчего животные и люди могли только ползать, нашелся один человек, который решил поднять небо. Он взял в руки палку, вставил ее между небом и землей и, резко поднявшись, оттолкнул небо высоко-высоко. Человек поднялся на ноги, держа в руках ту самую палку, которая согнулась под тяжестью неба. Как гласит легенда, именно так появился первый бумеранг. Изобрели бумеранг вовсе не австралийцы. В Австралию он попал из Индии и Древнего Востока более 9 тысяч лет назад. Археологи находят окаменевшие останки бумерангов по всему миру, в том числе на Урале и в Сибири. Аркадий Немов занимается изучением и изготовлением бумерангов всю жизнь. Аркадий делает спортивные бумеранги из пластика или полистирола. Формы отпечатывают на заводе под высоким давлением. А мастер доводит конструкцию до совершенства, приклеивая микроспойлеры на каждое крыло бумеранга. Они-то и задают траекторию полета австралийского чуда. Невероятно, но древний человек, не зная законов аэродинамики, изобрел крыло самолета. Если посмотреть на бумеранг сбоку, обнаружим, что его верхняя часть чуть выгнута наружу, а нижняя абсолютно плоская. То же мы видим у крыла самолета или вертолетной лопасти. Именно такая конструкция образовывает подъемную силу и позволяет бумерангу лететь. Древние люди не изобрели летающий аппарат раньше нас только лишь потому, что насущные проблемы в то время были важнее. Бумеранг служил им орудием охоты. Он был намного удобнее обычной палки для метания, которая плохо летала и никогда не возвращалась. Бумеранг же возвращается благодаря изогнутой форме лопастей. Они заставляют бумеранг лететь под определенным углом к земле, примерно 45 градусов. Так, чтобы одна часть бумеранга непременно находилась выше другой. Чем выше поднимается бумеранг, тем сильнее на его верхней лопасти давит аэродинамическая сила. Постепенно она заставляет бумеранг снижаться, и тому приходится разворачиваться, описывать круг и возвращаться к своему хозяину. Однако не все бумеранги способны вернуться назад. Боевые, например, очень тяжелые, поэтому летают только в один конец. Такими наши предки могли на повал свалить животное или противника. Основной секрет бумеранга – его бросок. Не каждый новичок сможет запустить летающее крыло так, чтобы оно вернулось назад. Важен наклон, направление ветра и сила броска. Первое правило бумеранга – боком не бросать. Не так, не так. Это не тарелка. Бросается он вертикально от уха, на свой рост вперед, вправо от себя. Меняя угол броска, можно получать самые разные траектории полета. При правильном направлении бумеранг может описывать гигантские петли, спирали и даже восьмерки. Если понаблюдать за полетом бумеранга, то можно воочию увидеть действия аэродинамических сил. Австралийская поговорка гласит, когда своей рукой берешься за крыло бумеранга, за другое крыло берется небо. Чтобы это понять, стоит хотя бы раз в жизни взять бумеранг в руки. Людей, животных не бросать. Все. Редактор субтитров А.Семкин